Многие консультанты жалуются на то, что у них ничего не покупают, что у них мало клиентов. А у других при этом дела идут в гору. Я всегда говорю, важно не ждать благоприятных возможностей, а создавать их самому. У успешных консультантов для этого есть все, что нужно. Например, эффективная личная презентация. Они умеют буквально в нескольких словах убедительно и понятно рассказать о том, чем они могут быть полезны человеку, с которым они только что познакомились. Если вы не рассказываете о том, чем вы занимаетесь и чем это может быть интересно собеседнику, то вы упускаете возможность того, что он может стать вашим клиентом. На первый взгляд это так очевидно, что многие даже не думают об этом. А когда в реальной жизни встречаются с людьми, то говорят первое, что пришло на ум, или просто просягивают визитку. А есть и те, кто не делает даже этого. Подумайте сами, о каких продажах может идти речь, если вы не информируете окружающих о том, чем вы можете им помочь. Или не делаете это правильно. С акцентом на интересы вашего собеседника, а не на ваши. Есть ли у вас такая личная презентация? Вы четко знаете, что вы скажете человеку в первые минуты знакомства. И всегда делаете это. Если вы ответили хотя бы один раз «нет», значит пора прямо сейчас исправить положение и сделать личную презентацию. Вот несколько важных правил, при которых ваша презентация будет эффективна. Первое. В презентации вы должны ясно сформулировать, чем вы занимаетесь и что вы можете предложить своему собеседнику. Самое главное – представить ключевые выгоды вашего предложения для вашего собеседника. Второе. Текст вашей презентации должен быть краток, 3-4 фразы. Третье. После того, как вы подготовили речь, потренируйтесь произносить ее свободно и непринужденно. Произносите слова вслух, говорите перед зеркалом, отрабатывайте интонацию, мимику и жестикуляцию. При этом представляйте реальных людей, с которыми вы общаетесь. Это поможет точнее подобрать слова и сделать вашу презентацию более естественной. Четвертое. Порепетируйте с друзьями и вашими родными. Не обращайте внимания на критику, если она все-таки будет. Ваша задача – просто говорить и слышать свой голос. Слышать слова и отрабатывать вашу речь. Пятое. Выполните эту работу быстро. Не нужно доводить презентацию до совершенства, неделями подбирая слова и репетируя. Достаточно сделать просто, хорошо и сразу начать применять в своей работе. Шестое. Самое главное. Каждый раз, знакомясь с человеком, все время говорите ему вашу презентацию. Представляйтесь эффективно. Всегда создавайте для себя благоприятные возможности и используйте их на 100%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok